21 февраля, обещают, анонсируют послание Федеральному собранию 22-го о митинг-концертах. Вот что там и нового там услышим? Можешь, какой-то сюрприз нам приготовили в Кремле? Ну, понимаете, от дурака всегда можно ждать неожиданностей. Тут, знаете, когда говорят, а как так вот, можно ли полностью спрогнозировать поведение непредсказуемое. Причем, взбалмошного диктатора, я вас уверяю, что мало кто может предугадать вообще ход его мысли. Тем более, понимаете, Путин, какой человек, это известно было, кстати, для особенно людей из России, он все в последнюю минуту решает. Ему предлагается вариант решения, такой веер. И он в последнюю секунду выбирает вариант, зачитываем послание, объявление той или иной инициативы, а не так, что он долго ее готовит и так далее. Он всегда на разводке работает. Одна группа экспертов готовит одно, другая другое, одни спичрайтеры одно, другие другое. Но, в принципе, в целом, я считаю, в запасе у нее ничего не осталось такого, что могло бы исправить ситуацию. Поэтому будет стандартный, во-первых, набор констатаций, что мы тут защитили Россию, что ей угрожали проклятый Запад, который планировал напасть через свой инструмент Украину на Россию. Причем он не будет пояснять, он может предполагать, что под этим деоккупацию Крыма или Донбасса, а, в принципе, ему хорошо бы расширять повязку, глобализировать, что сама Америка в лице Украины хотела отторгнуть российские территории, не знаю, Краснодарский край, Россовская область, Таганрог, что-нибудь такое. Развалить Россию вот так. Это самый большой страх такой, демонический страх фрейдистского толка, которым он эксплуатирует, прозитирует на нем. Причем, если раньше мы думали, что он этого боится реально и считает, что такое возможно, то сейчас все больше складывается ощущение, что он просто на этом злоупотребляет. Вот, это первое, то есть мы опередили, мы сами напали, мы предотвратили гораздо худший сценарий для России. Второе, он скажет, что да, мы столкнулись с невероятной силой, которая является не суть Украины, которую мы победили в 72 часа, а спустя год мы констатируем, что это НАТО воюет с нами, и это равный противник, и вот мы противостоим ему. Он не будет касаться далеко идущих планов, когда закончится операция, когда завершится, когда все задачи будут. Это гостайна. Как вот он Варнигу ответил, его приятелю, кстати, по, так сказать, еще Дрездену, который работал в ГДРовских спецслужбах, и который дал интервью после визита в Москву буквально месяц назад. Он заявил, что я тебе не отвечу о целях операции, это государственная тайна. На вопрос, а что ты, собственно говоря, хочешь? Смотри, какая ситуация. То есть, это тоже такая останется загадкой. А что ж ты хочешь, если очевидный план первичный, он провалился, что никакой блицкрик не привел к захвату Украины, ее падению, отказу союзников от поддержки, а наоборот, все это за этот год только возросло. Уж точно последняя поддержка союзников и их стратегия, выработанная за этот год в сложившиеся убеждения о необходимости победы Украины, которая предполагает выход на границы 1991 года. То есть, это не какая-то абстрактная победа, давайте просто выставим и все. Нет, речь идет именно о сохранении территориальной целостности, суверенитета, и как следствие продолжением этого является полная интеграция в европейское пространство самой Украины. Я думаю, что он, конечно, поскачет на каких-то делах, судя по тому, что он пригласил представителей Абхазии и Южной Осетии, ну и Лукашенко вчера приехал, на теме союзного государства, альтернативного будущего, отказ от американо-центричного мира, поворота на восток, вот что-нибудь такое точно прозвучит. Ну и будет, знаете, они же вторичны сами по себе, вот во всем они вторичны. И в том, как они пытались в начале операции, в первых числах после ее начала, 24-25, помните, он выступал, говорил, военные расходите по домам, вами управляют нацисты и наркоманы, вот этот весь набор. Кстати сказать, это напоминало операцию «Буря в пустыне», когда американские военные действительно предложили иракским разойтись, и те разошлись, в отличие от украинских, понимаете, разошлись по домам, где оставили вооружение, где с собой взяли. Ну, в общем, это привело к эффекту. Вторичность в чем? В том, что он, скорее всего, попытается поднять идеологически тему войны героев, которую когда-то после алжирской операции, провальной, в конечном итоге, от этого департамента Франции отказалась. Деголь, вернувшийся к президентскому креслу, пропагандировал именно это, что, да, мы могли не победить, но мы оказались нацией-героями, способные воевать, способные на такой экспедиционный трюк, на авантюру, быть может, но, тем не менее, мы поняли, что есть настоящее, кто сейчас должен составить элиту России. Это должны быть ветераны этой СВО. Вот это может идеологически какой-то проброс быть. К сюда примыкает вот эта, знаете, кириенковская отечественная, там, какая-то народная война, вот эти все нарративы, которые, ну, знаете, звучат абсолютно как пустой звук. Ну, вот, потому что они не имеют реального наполнения, на Россию никто не нападал, это очень сложно притянуть, но сказать можно что угодно. Ну, и что касается планов, я повторяю, он будет избегать конкретных обязательств, ну, типа, мы закончим войну через месяц, это уже не будет, или там через пять, или в 23-м году. Он аккуратно щупал, так сказать, возможность того, как воспримет население войны на истощение, и вот мое личное убеждение, вот как я считаю, что тезис этот понимания не встретил, отклик и не встретил. Почему? Потому что, честно говоря, я сомневаюсь, что Россия готова к войне на истощение, потому что вот это все время говорится о масштабах, о возможностях, о 140 миллионах населения, то есть бесконечный, неисчерпаемый источник живой силы на поле боя. Но, мне кажется, там больше других факторов, и экономических, социальных, коммунитарных, политических, узкополитических, внутривластных элиты факторов, которые, собственно, не в его пользу складываются. Из чего бы это он был готов к войне 5-10 лет? С кем он собирается соревноваться? С Украиной? Ну, Украина, наверное, бы не выдержала самостоятельно этого напряжения. Но у Украины есть союзники больше 50 стран. Масштабнейших поставок, военной помощи, финансовой помощи, экономической, всякое другое. А кто помогает России? Ну, как минимум, по теме её пополнения запаса вооружения, там уже серьёзные проблемы. Уже существенный чувствительный дефицит. Да, они могут израсходовать последнее, но с чем останется Россия? Ни танков, ни самолётов? Ни бронетехники, ни артиллерии? Ну, то есть, я бы сказал, что он попытается предложить что-то среднее между войной на истощение и, так сказать, готовностью к немедленному миру. Будет это в формуле выражено. Мы, конечно, готовы прямо завтра сесть за стол переговоров, но без предварительных условий. Фиксируя статус-кво, фиксируя реалии, которые сложились к этому дню войны. Но, тем не менее, мы готовы воевать. И воевать до конца, пока все цели военной операции не будут выполнены. Представьте себе, что он будет закрыть теми мобилизации. А зачем? Для чего? Чтобы пугать население дальше? А для чего? Можно проводить мобилизацию и не объявляя её. Она же объявлена, в принципе, как частичная. Говорить, объявлять войну. А что от этого изменить? Ну, скажут, что мы объявляем войну. А сейчас что происходит? Шашки, что ли, играть? Ну, вот, честно говоря, на кого это может произвести впечатление? Я не понимаю. Значит, назвать её священной войной, народной войной, отечественной войной. Ну, хорошо, назовите. Дальше что? Что дальше? Что из этого следует? Поднять боевой дух населения? Ну, только вы, как могли, уже его поднимали и материально, и, не знаю, суррогатно, но морально тоже пытались, так сказать, возбудить реваншистские чувства, которые должны конвертироваться во всё остальное. Я так, в общем, больше больших маневров-то не вижу, которые у него есть. Объявить ядерную войну, Третью мировую, но на здоровье объявляю, и что будет? И России не будет, а все остальные останутся. Поэтому, честно говоря, здесь как бы неблагодарная область прогнозирования. Повторяю, есть какой-то вариант, что они собирают Государственную Думу. Может быть, приглашение не случайно всех этих представителей метрофных образований в Грузии на оккупированных территориях южной сети Абхазии. Может, из Приднестрова кого-то позовут, соответственно, из Лукашенко и так далее. Что-нибудь такое, конструкцию союзного государства что-нибудь подписать. Ну, может быть. Субтитры создавал DimaTorzok